По Сергею Хигаю не скажет, что он восстанавливается от тяжелой травмы. На турнире в Астане он сломал ключицу, правда узнал об этом лишь по приезду домой. Но даже перелом не помешал 16-летнему спортсмену выиграть две самых важных сватки и стать победителем турнира. Я в бою прочувствовал, что уже рука как бы все равно, уже не то что-то справа рукой. Ну как бы мне три раза говорили, и как бы Киокушина это как бы смысл спорта, чтобы не показать боль. И вот я как бы слушал установку тренера и как бы отбился до конца этот бой. Потом в финале уже бился, ну как бы уже понимал, что все равно плечо болит, но я ничего тренеру не сказал. Думал, как-то дотерплю, все равно надо отбиться. Ну и отбился в финале, победил. Еще одним темиртаусским спортсменом, который также претендовал на золото, стал 12-летний Никита Жирновых. Каратист уверенно провел турнир, но не смог пройти в финал. Как итог, третье место. Отделся я четыре боя. Три выиграл, один проиграл. И, ну, в общем, я проиграл потому, что не держал руки, и мне попали. Ему отдали победу. Ну, в общем, у меня немножко не получилось. Да, я учту эти ошибки и буду стараться. Потом опять поеду в Астану и возьму там первое место. Все в копилке темиртаусских спортсменов, одна золотая и четыре бронзовых медали. По мнению тренеров клуба Хитсацию, это хороший результат. И в турнире принимало участие почти 400 участников из пяти стран. Все те, которые присутствовали на соревнованиях, это были, по сути, лучшие из лучших. Вообще, даже призовое место занять, это очень тяжело. У нас вот Милатов Дамир неплохо выступил. Три боя провел, три боя выиграл. В четвертом бою проиграл и остался, к сожалению, без медали. В дальнейших планах темиртаусских спортсменов участие в Кубке Казахстана, который пройдет в октябре. Одним из промежуточных этапов подготовки станет чемпионат города и очередная аттестация на пояса. Алексей Неконоров, Владимир Пороховой. Новости темиртау.